Немного о Пушкине. Анекдоты, воспоминания, забавные случаи и легенды. Время пребывания Пушкина в Одессе там жила вдова одного генерала, который начал свою военную службу с низших чинов и дослужился до генеральского чина, хотя ничем не отличился. Генерал этот был, между прочим, в 1812 году ранен в переносицу, причем пуля, раздробив ее, вышла в щеку. Когда генерал умер, вдова его, желая почтить память покойного мужа, заказала на его могилу пышный памятник и непременно хотела, чтобы на нем были выгравированы стихи. Кому же было обратиться, как не к Александру Сергеевичу Пушкину, с которым генеральша была хорошо знакома? Александр Сергеевич пообещал написать соответственные стихи, но не торопился с этим. Так проходило время, а он не думал исполнить обещание, хотя вдова при каждой встрече не давала ему покоя. Но вот настал день ангела генеральши. Приехал к ней Пушкин с поздравлением. Хозяйка, что называется, пристала к нему с ножом к горлу. «Ну, Александр Сергеевич, уж теперь ни за что не отделаетесь обещаниями», — говорила она, крепко ухватив поэта за руку. «Не выпущу, пока не напишите. Я все приготовила, и бумагу, и чернила. Садитесь к столику и пишите». Пушкин с неудовольствием взялся за перо, и через минуту были готовы стихи. Никто не знает, где он рос. На службу поступил капралом, французским чем-то ранен в нос и умер генералом. «Что было с ее превосходительством после того, как она сгоряча прочла стихи вслух, не знаю», — рассказывает поэт. «Потому что, передав стихи, я счел за благо уйти незамеченным и уехал по добру, по здорову». Но с тех пор генеральша оставила поэта в покое. После одного обеда, на котором было выпито изрядное количество шампанского, Пушкин беседовал со знакомой ему дамой. «Дама была после болезни, рябая». Какая-то фраза, сказанная Пушкиным, показалась ей не совсем приличной, и она заметила. «У вас, Александр Сергеевич, кажется, в глазах двоит». «Нет, сударыня», — ответил он, — «но рябит». Однажды в приятельской беседе знакомый Пушкину офицер по фамилии Кандыба пристал к поэту. «Скажи, Пушкин, рифму на рак и рыба». «Дурак Кандыба», — ответил Пушкин. «Нет, не то», — сконфузился офицер. «Ну а рыба и рак?» «Кандыба дурак», — невозмутимо подтвердил Пушкин. Конечно, общий смех. Один лицеист после выпуска из императорского царскосельского лицея в 1839 году встретил Пушкина на Невском. Поэт, заметив на нем лицейский мундир, подошел к нему и спросил. «Вы, вероятно, только что выпущены из лицея?» «Да, только что выпущен с прикомандированием к гвардейскому корпусу. А вы тоже воспитывались в нашем?» «Да». «Позвольте вас спросить, где вы теперь изволите служить?» «Я числюсь по России», — ответил Пушкин. Известный писатель Иван Иванович Дмитриев однажды посетил дом родных Пушкина, когда последним был еще ребенком. Подшучивая над кудрявым, смуглым мальчиком, Дмитриев сказал. «Ишь, какой арабчик!» На это десятилетний внук Ганнибала отрезал. Но зато не рябчик. Все присутствующие смутились и удивились, что ребенок Пушкин высмеял Дмитриева обезображенно на лице. Рябиной. Незадолго перед смертью Пушкин сидел в Александрийском театре рядом с двумя молодыми людьми, которые бесстрастно, кстати и не кстати, аплодировали Асенковы, в то время знаменитой актрисе. Не зная Пушкина и видя, что он равнодушен к игре их любимицы, они начали шептаться и довольно громко обронили, что сосед их дурак. Пушкин обратился к ним со словами. «Вы назвали меня дураком?» «Я, Пушкин. И дал бы теперь же каждому из вас по оплеухе, да не хочу». Асенкова подумает, что я ей аплодирую. Будучи в Екатеринославе, Пушкин был приглашен на бал. В этот вечер он был в особенном ударе. Молния острот слетала с его уст, дамы непрерывно старались завладеть его вниманием. Два гвардейских офицера, два дедавних кумира и Екатеринославских дам, не зная Пушкина и считая его каким-то, вероятно, учителишкой, порешили во что бы то ни стало переконфузить его. Подходят они к Пушкину и, расшаркиваясь самым бесподобным образом, обращаются к нему. «Бельпардон, не имея чести вас знать, но, видя в вас образованного человека, позволяем себе обратиться к вам за маленьким разъяснением. Не будете ли вы так любезны сказать нам, как правильно выразиться? «Эй, человек, подай стакан воды!» Или «Эй, человек, принеси стакан воды!» Пушкин сразу понял желание подшутить над ним и, не смущаясь, совершенно серьезно ответил. «Мне кажется, вы можете выразиться прямо. Эй, человек, гони нас на водопой!» Александр Сергеевич во время своего пребывания в Царско-сельском лицее задумал удрать в Петербург, погулять. Отправляется к гувернеру Трико. Тот не пускает, заявивший при этом, что он будет следить за ним. Пушкин махнул рукой на это заявление и, захватив Кюхельбекера, удирает в Питер. За ними следом и Трико. К заставе первым подъезжает Александр Сергеевич. «Фамилия?» — спрашивает заставный. «Александр Однако», — отвечает поэт. Заставный записывает фамилию и пускает едущего. За Пушкиным подкатывает Кюхельбекер. «Фамилия?» — спрашивает опять заставный. «Григорий Двако», — отвечает товарищ Пушкина, придумавшего эту остроумную комбинацию. Заставный записывает и сомнительно качает головой. Подъезжает, наконец, гувернер. «Ваша фамилия!» — откликает его сторож. «Трико!» «Ну, врешь!» — теряет терпение заставный. «Здесь что-нибудь недоброе. Один за другим. Одна ко, два ко, три ко. Шалишь, брат. Ступай в караулку». Бедняга Трико просидел целые сутки под арестом при заставе. А Пушкин свободно покутил со своим приятелем в Питере. Как камер-юнкер, Пушкин очень часто бывал у высокопоставленных особ, которые в то блаженное время на всякий выдающийся талант, как литературный, так и артистический, все еще продолжали смотреть как нечто шутовское и старались извлечь из такого таланта как можно более для себя потешного. Пушкин был брезглив на подобные отношения к себе и Гречо протестовал против них меткими, полными сарказма, экспромтами. Явившись раз к высокопоставленному лицу, Пушкин застал его валяющимся на диване и зевающим от скуки. При входе поэта лицо, разумеется, и не подумало изменить позы. А когда Пушкин, передав, что было нужно, хотел удалиться, то высокопоставленное лицо попросило поэта сказать экспромт. — Дети на полу, умные на диване, — сказал сквозь зубы раздосадованный Пушкин. — Ну что же, тут остроумного, — возразило особо. — Дети-то на полу, умные на диване. Понять не могу. Ждал от тебя большего. Пушкин молчал, и когда, повторяя фразу и перемещая слоги, сановник дошел, наконец, — Дети на полу, умные на диване, то, разумеется, немедленно и с негодованием отпустил Пушкина. В одном литературном кружке, где собралось более врагов, нежели друзей Пушкина, куда он и сам иногда заглядывал, одним из членов этого кружка был сочинен пасквиль на поэта под заглавием «Послание к поэту». Пушкина ждали в назначенный вечер, и он, по обыкновению опоздав, приехал. Все присутствовавшие были, конечно, в возбужденном состоянии, а в особенности автор послания, не подозревавший, что Александр Сергеевич, о его проделке уже предупрежден. Литературная часть вечера началась чтением именно этого послания, и автор его, став посредине комнаты, громко провозгласил «Послание к поэту». Затем, обращаясь в сторону, где сидел Пушкин, начал. «Дарю поэта я с линной головой!» Пушкин, быстро перебивая его, обращаясь в сторону слушателей. «А сам останется с какой?» Автор смешался. «А я останусь со своею!» «Да вы ж сейчас дарили ею!» Последовало общее замешательство. Обескураженный автор замолк на первой фразе, а Пушкин продолжал шутить и смеяться. Император Николай Павлович всегда советовал Пушкину бросить карточную игру, говоря «Она тебя портит». «Напротив, ваше величество», — отвечал поэт, — «карты меня спасают от хандры. Но что стоит после этого твоя поэзия? Она служит мне средством к уплате моих карточных долгов, ваше величество». И действительно, когда Пушкина мучили карточные долги, он садился за рабочий стол и в одну ночь отрабатывал их с излишком. Таким образом, например, им был написан граф Нулин. Дельвик, однокашник Пушкина, одно время стал вести очень разгульную жизнь. Однажды, сильно выпивший, растрепанный, явился он к Пушкину. Поэт стал убеждать товарища переменить образ жизни. Однако на все доводы Пушкина Дельвик отвечал с отчаянием, что, мол, жизнь земная не для него, а вот уж на том свете и справимся. «Пожалуй, — говорит Пушкин, рассмеявшись, — да ты посмотри на себя в зеркало. Впустят ли тебя с такой рожей?» Пушкин не любил стоять рядом со своей его женою и, шутя, говорил, что ему подлиннее быть унизительно. Так мал был он в сравнении с нею ростом. Забавен рассказ Гоголя о попытках его познакомиться с Пушкиным, когда он еще не имел права на это в своем звании писателя. Впоследствии он был представлен на вечере у Плетнева, но раньше, как только он приехал в Петербург в 1829 году, Гоголь, особенно желавший видеть поэта, который занимал его воображение, еще на школьной скамье, прямо отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость, и, наконец, у самых дверей он постоял и убежал в кондитерскую, где потребовал рюмку ликера. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос, свой дом или хозяин, услыхал ответ слуги, «Почиваю». Было уже поздно на дворе, и Гоголь с великим участием спросил, «Верно, всю ночь работал». «Как же работал?» — отвечал слуга. «В картишки играл». Гоголь признался, что был поражен. Он иначе не представлял себе Пушкина, как окруженным постоянно облаком вдохновения. Пушкин любил веселую компанию молодых людей. У него было много приятелей между подростками и юнкерами. Около 1827 года водил он в Петербурге знакомство с гвардейской молодежью и принимал деятельное участие в кутежах и попойках. Однажды пригласил он несколько человек в тогдашний ресторан «Доминика» и угощал их на славу. Ходит граф Заводовский. И, обращаясь к Пушкину, говорит. «Однако, Александр Сергеевич, видно, туго набит у вас бумажник». «Да ведь я богаче вас», — отвечает Пушкин. «Вам приходится иной раз и проживаться, и ждать денег из деревень, а у меня доход постоянный. Из 36 букв русской азбуки». Однажды Александр Сергеевич пришел вместе с Мицкевичем к сестре своей, Ольге Сергеевне, когда обычные посетители были уже в сборе. Гости, одни в ожидании музыкального сеанса, другие — виста, расхаживали по комнате, и тут-то произошел известный обмен добродушных фраз между русским и польским поэтами. Пушкин и Мицкевич вошли вместе. «Дорогу, господа, туз идет», — возвестил Мицкевич, указывая на Александра Сергеевича. «Нет, вы проходите прежде. Козырная двойка туза бьет», — ответил Пушкин. Кто-то, желая смутить Пушкина, спросил его в обществе, «какое сходство между мною и солнцем?» «Ни на вас, ни на солнце нельзя взглянуть», — не поморшившись, быстро ответил поэт. Однажды Пушкин вошел в школу гвардейских подпрапорщиков, где у него было много знакомых среди молодежи. Молодежь занималась делом, ловила мышь, но расторопная мышь улизнула от погони уже перед глазами вошедшего Пушкина, который при этом воскликнул. «Победили, победили, так воскликнем же ура! Если мы ж мы не убили, то убили мы бобра!» Завещание Пушкина Друзья, простите, завещаю. Вам все, что рад и чем богат, обиды, песни, все прощаю, а мне пускай долги простят. Однажды Пушкин был очень не в духе. Он сильно нуждался в деньгах, а скорого получения их не предвидел. В эти неприятные минуты является какой-то немец-сапожник и энергично требует свидания с Пушкиным. Раздосадованный поэт выходит и резко спрашивает, «Что нужно?» «Я к вам, господин Пушкин, прихожу за вашим товаром», ответил немец. «Что такое?» — с недоумением спросил снова поэт. «Вы пишете стихи. Я пришел у вас покупать четыре слова из ваших стихов. Я делаю ваксу и хочу на ярлыке печатать четыре слова, очень хорошее слово. Яснее дня, темнее ночи. За это я вам дам, господин сочинитель, пятьдесят рублей. Вы согласны?» Пушкин, конечно, согласился, а немец, довольный вполне сговорчивостью поэта, ушел заказывать желаемые ярлыки. Однажды государь Николай Павлович в интимной беседе с поэтом спросил его, «Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял бы ты участие в четырнадцатом декабря?» «Неизбежно, государь», ответил Пушкин. «Все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них. Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю за это небо». Этот прямой и откровенный ответ понравился государю. Он, один из всех его окружавших, понимал значение Пушкина и сознавал в нем силу поэтического гения. «Надеюсь, — заметил государь, — теперь будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем. Все, что ты сочинишь, присылай ко мне. Отныне я сам буду твоим цензором». В тот же вечер на балу у французского посланника, маршала Мормона, император сказал графу Блудову, «Знаешь ли ты, что сегодня я говорил с умнейшим человеком России?» С Пушкиным. Пушкин, узнав о восстании декабристов, он в то время жил в селе Михайловском, немедленно поехал в Петербург. По пути он в поле увидал зайца, трижды перебежавшего дорогу. Суеверный поэт немедленно вернулся домой. Это его спасло. Деревенская жизнь и невольное одиночество в селе становились томительными и тяжелыми для поэта. Он рвался к друзьям, в столицу, к шумной жизни. По совету Жуковского, Пушкин обратился к Николаю Первому. Ныне, с надеждой на великодушие Вашего императорского величества, с истинным раскаянием и твердым намерением не противоречить моими мнениями общепринятому порядку, осмелился я прибегнуть к Вашему величеству со всеподданнейшую моею просьбою. Здоровье мое, расстроенное в первой молодости и рот аневризма, давно уже требует постоянного лечения. Осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края. 28 августа 1826 года, через несколько дней после коронации, из Москвы государь послал за Пушкиным, который следующим образом описывает свою первую встречу с императором. Меня ввели в кабинет императора, который сказал мне, «Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением?» Потом государь спросил, «Пушкин, принял ли ты бы участие в 14 декабря, если бы был в Петербурге?» «Непременно, государь, все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю Бога». «Довольно ты надурачился», — возразил император. «Надеюсь, теперь будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем. Отныне я буду твоим цензором». Но очень скоро поэта постигло полное разочарование, так как его фактическим цензором сделался Бенкендорф. Бенкендорф Одна француженка допрашивает Александра Сергеевича о том, кто были его предки. Разговор происходил по-французски. «Кстати, господин Пушкин, вы и сестра ваша имеете в жилах кровь негра». «Разумеется», — ответил поэт. «Это ваш дед был негром?» «Нет, он уже им не был». «Значит, это был ваш прадед?» «Да, мой прадед». «Так это он был негром?» «Да-да». «Но в таком случае кто же был его отец?» «Обезьяна, сударыня», — отрезал, наконец, Александр Сергеевич. В светских кругах Петербурга смотрели на Пушкина как на выскочку. Некогда близкие ему друзья находили возможным относиться к поэту с оттенком пренебрежения. Например, бывший товарищ Пушкина по Арзамасу, граф Уваров, как-то сказал про Пушкина. «Чего он важничает?» «Прадеда его, а рабчонка Ганнибала продали за бутылку рома». Эту пошлость подхватил и пустил в обращение недруг Пушкина, известный булгарин. На это Пушкин ответил своим оскорбителям стихотворением «Моя родословная», в котором наказал на предков многих знатных фамилий, бывших очень простого происхождения. Стихотворение это Пушкин закончил. Ведок Фиглярин, сидя дома, решил, что дед мой Ганнибал был куплен за бутылку рома и в руки к шкиперу попал. Сей шкипер был тот шкипер славный, кем наша двинулась земля, то придал мощно бег державный корме родного корабля. Сей шкипер деду был доступен, исходно купленный араб, возрос усерден, неподкупен, царю наперсник, а не раб. И был отец он Ганнибала, пред кем средь гибельных пучин громада кораблей всплывала и пал впервые на Варин. Ведок Фиглярин, булгарин. Мало этого, вскоре он ответил и Увар в одной из язвительнейших своих эпиграм, но все это не уменьшило, а наоборот увеличило число светских врагов поэта. Хорошее отношение государя к Пушкину возбуждало зависть. Многие из современников не понимали всего величия гения. Для них он был писака, ничем не отличавшийся от булгарина и только. Жизнь Пушкина становилась все неспокойнее и неспокойнее. Эта жизнь в свете всегда была ему противна, но он должен был волей-неволей вести ее, дабы не решить твою любимую жену и ее развлечений. Эта жизнь отрывала поэта от работы. Пушкин страдал невыносимо, и никто, даже близкое существо, как жена, не понимали и не замечали этих страданий. Булгарин был враг Пушкина. Не было злой сплетни, которую Булгарин не распускал бы про него. Пушкин ему мстил злыми эмпиграбами и четверостишьями. На Булгарина. Все говорят, он Вальтер Скотт, но я, поэт, не лицемерю, согласен я, он просто Скотт, но что он Вальтер Скотт, не верю. «Подей, роди Ивана, Иван, роди Петра, от дедушки болвана, какого ждать добра?» Пушкин и Чернослив. «Быть может, в лете не потонет строфа, слагаемая мной, быть может, лесная надежда укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит, тот-то был поэт». Осенью 1828 года Пушкин гостил в имении Вульфов в Малинниках. Слух о знаменитом гости быстро облетел соседей, и они зачастили в Малиннике. «Соседи ездят смотреть на меня, как на собаку Мунита», писал Пушкин Дельвигу. Мунита — пес императора Николая I, славился необычайной дрессировкой. «На днях было сборище у одного соседа, я должен был туда приехать», продолжал Пушкин в том же письме. Балованные ребятишки хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюмы и черносливу и думала потихоньку от них убраться. Но Петр Маркович Полторацкий, гостивший в это время у нее в доме, неподалеку от Малинников, взбудоражил детей словами. «Дети, дети, мать вас обманывает, не ешьте черносливу, поезжайте с ней, там будет Пушкин, он весь сахарный, а зад его яблочный, его разрежут, и всем вам будет по кусочку». «Дети разревелись, не хотим черносливу, хотим Пушкина». Нечего делать, их повезли к соседям, куда приехал и Пушкин. «И они сбежались ко мне, облизываясь», — писал Пушкин, «но увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили». Прошло более ста лет, времена переменились, Россия стала совдепией, но большевики сочинили тысячу легенд, что Пушкин — их поэт. Забыли, что он дворянин, помещик и аристократ, раз гений, о, конечно, их. Но как отпраздновать, чем ознаменовать? Покуда же делали весь 1936 год память Пушкина, пряники, мясо с огурцом Пушкин и другие кулинарные блюда. История же с черносливом теперь повторилась, но совершенно наизнанку. Мальчик в лавке на предложение взять пряник Пушкин громко заявил «Мама, не хочу Пушкина, а хочу чернослива». Чернослив вкусный, он в шоколаде, а в Пушкине вкуса никакого нет. Жизнь в столице Пушкина не удовлетворяла, и его тянуло в деревню, к природе, к уединению и покою. Осенью 1826 года Пушкин поехал к Вульфам в Малинике. Здесь он много работал, закончил седьмую главу Евгения Онегина, но много развлекался и ухаживал за барышнями. Письма его из Малинников полны беззаботной веселости. Одно свое письмо он подписывает Тверской лавеллаз. Здесь очень много хорошеньких девчонок, и я вожусь с ними платонически, и оттого толстею и поправляюсь в моем здоровье. Здесь мне очень весело, ибо я деревенскую жизнь очень люблю. Здесь думают, что я приехал набирать страфу Вонегина, а я езжу на пароме, играю в вист по восьми гривен роббер, и таким образом прикрепляюсь к прелестям добродетели и гнушаюсь с сетей порока. Его веселый припев в то время «Хоть малиной не корми, да в Малиннике возьми». Жизнь в деревне среди друзей подбодрила поэта, но ненадолго. Бенкендорф не прекращал своих придирок. В 1833 году приятель поэта Нащокин приехал в Петербург и остановился в гостинице. Это было 29 июня, в день Петра и Павла. Съехалось несколько знакомых, в том числе и Пушкин. Общая радость, веселый говор, шутки, воспоминания о прошлом, хохот. Между тем со двора, куда номер выходил окнами, раздавался еще более громкий хохот и крик. Это шумели каменщики, которые сидели на кирпичах около ведра водки и деревянной чашкой с закуской. Больше всех горланил какой-то мужик с рыжими волосами. Пушкин подошел к окну, прилег грудью на подоконник, сразу заметил крикуна и сказал приятелям «Тот рыжий должно быть именинник!» и крикнул, обращаясь к нему «Петр!» «Что, барин?» «С ангелом!» «Спасибо, господин!» «Павел!» крикнул Пушкин опять и, обернувшись в комнату, прибавил. «В такой куче и Павел найдется!» «Павел ушел!» «Куда?» «Зачем?» «В кабак!» «Все выпили!» «Да постой, барин, скажи, почему ты меня знаешь?» «Я и старушку, мать твою знаю!» «Ой!» «А батька-то помер?» «Давно царство ему небесное!» «Братцы, выпьем-ка за покойного родителя!» В это время входит на двор бужик со штофом водки. Пушкин, увидав его раньше, закричал «Павел с ангелом!» «Понеси скорее!» Павел, влезая на камни, не сводил глаз с человека, назвавшего его по имени. Другие объясняют ему, пьют, а рыжий не отстает от словаохотливого барина. «Так стало и деревню нашу, знаешь!» «Еще б не знать, ведь она близ реки!» «Так у самой речки!» «Ваша изба, почитай, крайняя!» «Третья от края!» «А чудной ты, барин!» «Уж поясни, сделай милость! Не святым же духом всю подноготную, знаешь!» «Очень просто! Мы с вашим барином на лодке уток стреляли, вдруг гроза, дождь, мы зашли в избу к твоей старухе!» «Так!» «Теперь смекаю!» «А вот жаловалась на тебя, мало денег посылаешь!» «Грешен, грешен!» «Да вот все на проклятый уходит!» «Сказал мужик, указывая на стакан, из которого выпил залпом и прокричал «Здравствуй, добрый барин!» и закусил. Моя эпитафия «Здесь Пушкин погребен, он с музой молодою, с любовью, ленностью провел веселый век, не делал доброго, однако ж был душою и Богу добрый человек!» Однажды Пушкин сидел в опере. Господин, рядом с ним сидящий, все время подпевал артисту Петрову. Раздосадованный Пушкин громко сказал, что за идиот мешает слушать. «Позвольте, сударь, это кого вы так изволили назвать?» «Ну, конечно, Петрова, который мне мешает наслаждаться вашим пением», ответил Пушкин. Всем известна замечательная поэма Пушкина «Цыгане», начинающаяся «Цыгане шумною толпой по Бессарабии кочуют». Эта поэма была написана под впечатлением встреч с вольными детьми степей и постоянного наблюдения над их жизнью. Все население в ту пору относилось к цыганам благосклонно. Для мужчин последние были постоянными поставщиками лошадей и ветеринарами, а черноглазые гадальщицы всегда умели развеселить и заинтересовать скучающую публику. В то далекое время цыгане располагались по берегам реки Бычка и по горе Инзова. На этой же горе находился и дом, в котором жил Пушкин. Поэт любил в хорошее летнее утро любоваться с этой горы восходом солнца. Здесь же он увидел первый раз цыганку Стешу, игравшую впоследствии такую большую роль кишиневской жизни поэта. По всей вероятности на Инзовой горе расположился кочующий цыганский табор, и Стеша, увидев прогуливающегося здесь молодого барина, подошла к нему с предложением погадать. Красота Стеши поразила Пушкина, и он до того увлекся ею, что начал довольно часто посещать табор, где его любили за веселый нрав и щедрость. Следует добавить, что к этому же времени относится и другой роман Пушкина, будущего или воображавшего себя страстно влюбленным в молдаванскую аристократку Людмилу. В то время, как с последнюю Пушкин встречался по вечерам, на гуляниях, пикниках и тому подобное, Стешу он посвящал каждое утро и добрую половину дня. Пока дело ограничивалось посещениями Пушкина табора, подарками, песнями и пляскою, табор смотрел на поэта дружелюбно и даже любил его, но вскоре вольные сыны степей заметили, что Стеша все больше и больше привязывается к Пушкину, да и последний не всегда сдерживал свой пылкий страстный нрав. Но последствием этих обстоятельств было то, что в одно прекрасное утро Пушкин на месте табора нашел лишь черепки разбитой посуды, сор и ямки от кольев, которым прикреплялись шатры. Сначала поэт пришел в бешенство, хотел пуститься в погоню за табором, но потом так же скоро и успокоился, к большой радости своих кишиневских друзей, замечавших, что он начинал не на шутку увлекаться дикой красавицей. Однако эта радость была преждевременна. Лето Лето стояло на исходе, но погода по-прежнему была жаркая, и вдруг разразилась страшная гроза с ливнем. Проливной дождь, ливший как из ведра, сразу наполнил водою все пересохнувшие ручьи и мелководный бычек. Дом Пушкина, находившийся на склоне горы, был залит водою, так как на него хлынули сверху целые водные потоки. В это время у Пушкина находились его друзья. Молодые люди смеялись, шутили и помогали хозяину убирать с пола разные вещи, как вдруг отворилась дверь и вошла усталая измокшая Стеша. Все позабыли о наводнении и с любопытством глядели на сцену неподдельно радостного свидания двух любящих друг друга людей. Стеша искренне любила поэта, а последний надо полагать, больше увлекался ее красотой, нежели любил и часто изменял ей. В то время в Кишиневе был Романовский сад, куда Пушкин часто ходил с Людмилой. Здесь Пушкин постоянно декламировал ей свои стихи, горячо признавался ей в любви и, вероятно, сорвал не один поцелуй. Стеша, часто остававшаяся одна, мучилась ревностью и тосковала. Наконец, она решилась подстеречь Пушкина с соперницей. Благодаря ее врожденной хитрости и беззаботности Пушкина, эта задача не стоила ей большого труда. Узнав заранее место и час, в который Пушкина Людмила посещали сад, Стеша спряталась в кустах смородины и стала их поджидать. Как назло, в этот день прогулка Пушкина и красавицы молдаванки отличалась особенной интимностью. Стеша не выдержала и, как дикая кошка, кинулась на Людмилу. Пушкин сначала было растерялся, но затем, видя, что Людмила лежит без чувств на земле, в свою очередь ударил цыганку толстую палкой, служившей подпоркой для виноградной лозы. Стеша закричала от боли и оставив соперницу, хотела было броситься на Пушкина, но потом, как будто раздумав, даже не взглянула на коварного изменника и гордой поступью вышла из сада. Больше ее не видели в Кишиневе, цыганка или покончила с собою, или, что вероятнее, вернулась в табор. Конечно, на крики и шум сбежали садовники и гуляющие, избитую и лежавшую без чувств Людмилу унесли в экипаж, а слух о происшествии с быстротой у молнии облетел весь город. Молодая молдаванка не могла вынести скандала и куда-то уехала. Константин Коровин о Пушкине из воспоминаний детства. Многим бы хотелось видеть Пушкина, а бабушка моя, Екатерина Ивановна Волкова, видела его и много говорила мне и брату моему, когда мы были детьми. Говорила об Александре Сергеевиче Пушкине, что это был самый умный человек России. И мне представлялся он красивым на белом коне, как наша лошадь, сметанка и в каске с перьями. А бабушка сказала мне, что нет, он был маленького роста, сгорбленный, курчавый брюнет, с голубыми большими глазами, блестящими, как будто на них были слезы. Серьезный никогда не смеялся. Он был франтом, носил большое кольцо на пальце и смотрел в золотой лорнет. Зачем это, подумал я, маленького роста? Неправда, что бы мне не говорили мой дед Михаил Емельянович, был огромного роста, и мне хотелось бы, чтобы Пушкин был такой же и приносил бы мне игрушки. Но мне всегда нравилось, когда бабушка читала мне Пушкина. И я, слушая, сидя на лежанке, думал, а ведь его убили, как это гадко. Несказанно я любил слушать бабушку, когда она читала Пушкина. И все как-то было полно им, и вечер, и зимняя дорога, тройка, когда меня взял с собой мой дед в Ярославль, остановки на постоялом дворе, калачи, поросенок, икра, и месяц, и страшный лес до дорога. Как верно и хорошо он написал про все это, все самое мое любимое. Я знал уже много стихов Пушкина наизусть. Из дому деда на Рогожской улице уходил на соседний большой двор к имщикам, к имскую избу, где было тепло, пахло щами. Такие хорошие имщики отдыхали, сидели пили чай, ели баранки, ситный и любили меня, хозяйского внука. Я всей душой любил ямщиков, я им говорил наизусть, по дороге зимней, скучной, тройка борзая бежит, и видел, нравилось имщикам. Ну-ка, говорили они мне, скажи, Костя, вот ему про разгулье удалоя аль сердешную тоску, как это скажи? Имщики слушали. Один из них, Игнат, с черной бородою, часто просил меня, скажи, да скажи, про старушку родную. Тогда я ему говорил стихи, буря мглою небо кроет. Игнат плакал, всегда плакал. Поразило меня однажды, что приятель отца моего, судебный следователь Поляков, сказал про Пушкина, барин, камер-юнкер, и что-то нехорошо говорил. Я сказал бабушке Екатерине Ивановне, Поляков не любит Пушкина. Да, ответила она, не слушай его, он нигилист. Я не понял, но подумал, нигилист это должно быть вроде дурака. Странно, что Ларион Михайлович Пряничников Впоследствии художник, родственник наш, часто бывал в доме у нас тоже, не любил Пушкина, тоже сказал камер-юнкер. Мой дед был именинник, лежал в постели, прихварывал. Утром я пришел к нему и сказал стихи. Дичка Божия не знает. Он меня погладил по голове и, смотря добрыми глазами, сказал мне, это Костя хороший барин, сочинил. Потом, вздохнув, сказал, «Эх, грехи, грехи, ты, Костя, когда молишься на ночь, то поминай его, он ведь был добрый, как Божий Серафим, мученик, ведь его убили». «Вот», — думал я, «что такое?» «Дедушка, говорю я, а Игнат?» «Я ему сказал стихи, а он заплакал». «Ишь ты», — удивился дед, «он, Игнат, хороший мужик, бедный, бездомный, пьет только частенько». Почему-то дед запретил мне ходить в Емщицкую, к Емщикам. Есть, говорит, запойные, всякого наслушаешься, не надо, говорит, ходить тебе туда. Когда дед умер, то после я спрашиваю няню Таню, «Вот, дед, мне велел молиться о Пушкине, а кто тебе доводится спросила няня Таня. Он Серафим от Бога был, камер-юнкер убитый». «Ишь ты», вздохнула няня, «ну, молись так, помяни, Господи, во царстве твоем раба твоего камер-юнкера Серафима». Я на ночь, стоя на коленях в постели, поминал деда, покойную сестру и доброго, убиенного камер-юнкера Серафима. Серафима субтитры